Добрый день! Здравствуйте! Гитальте Фройде ист Допельте Фройде. Разделенная радость, двойная радость. Так говорят в народе. То же самое происходит и сейчас, потому что подошло время начинать нашу программу. А сегодня вы узнаете, какое значение для немцев имеет фартук. Познакомитесь с настоящим пастором, и еще мы научим вас готовить одно из самых вкуснейших национальных немецких блюд. Фартук для немцев имеет огромное значение. Это связано и с работой, и с отдыхом. Обязательная деталь национального костюма. Существуют даже определенные правила, как завязывать бант на фартуке. У настоящего Дирндель завязки должны быть такой длины, чтобы можно было обернуться вокруг. И, конечно же, на спине они должны перекрещиваться. Слева, если мы завязываем бант, то это незамужняя девушка. Если завязываем бант справа, то девушка уже замужем. Завязав по центру бант, тем самым мы показываем, что девушка еще совсем юная. Ну и, конечно же, если мы завязываем бант сзади, то это означает или уже девушка или женщина-вдова, или хозяйка дома. Среди немцев, проживающих в Оренбурге, много знаменитых людей. Губернаторы и просветители, врачи и писатели, и даже есть свой пастор Инесса Тирбах. Жизнь немецких переселенцев была полна трудностей. Но все сложности на новом месте проживания им помогла преодолевать вера. В своем скромном багаже они везли семена и Библию. В Оренбурге Инесса Тирбах вместе с другими лютеранами молилась за возрождение общины и постройку немецкой церкви. И как результат, уже 25 лет на улице Правда мы можем видеть здание Евангелической лютеранской церкви. Инесса Тирбах была ординирована и служит в должности пастора. Крещение, венчание, конфирмация, посещение больных, лишь небольшая часть обязанностей, входящих в круг ее деятельности. В 2014 году пастор Инесса была награждена епископом Евангелической лютеранской церкви России медалью за преданное служение церкви. Хороший опыт лучше поучений. Поэтому мы сейчас на кухне будем набираться кулинарного опыта у нашей хозяюшки Ольги Варламовой. Гутен так, Ольга! Гутен так, Сергей! Что мы будем готовить сегодня? Сегодня мы будем готовить картофельный салат. Для этого нам потребуется картофель, зелень, ну, различная зелень, да, которая есть на грядках, майонез, огурцы, соль и репчатый лук. Будем резать картофель и огурцы. Огурец мы режем мелко в салат. Режем его напополам. Еще раз разрезаем. И как можно мелче. Картофель дословно в немецком языке звучит, как крафт-тофель. То есть дьявольская сила. Тот, кто поест этого салата, будет силен, потому что в нем есть все необходимые питательные вещества. Так мы сейчас принимаем это луком для картофельного салата. Еще в этот салат часто добавляют оливки. Но это уже такое более современное взглядное блюдо. А вот классика это именно картофель, зелень, да, вот и сын. Перемешиваем. И нам осталось нарезать петрушечку. Так же, как укроп. Так, теперь нам нужен майонез. Мы сразу посолим, все вместе перемешаем. Наш салат готов. Отличный салат. Все очень просто. Бери и делай, а потом ешь на здоровье. Немецкое подворье. Культура быт и традиции. Если вы захотите больше узнать об этом удивительном, трудолюбивом народе, заходите в музей. И вы все-все узнаете. Я прощаюсь с вами. Auf Wiedersehen. До встречи.